МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЮЗА во Второй мировой войне до ныне история потаенная, скрытая громадной работой пропагандистского большевистского аппарата, в котором такие популяции, как советские историки, советские публицисты, десятилетиями кормили народ изощренной ложью. Популяции эти не вымерли до сих пор. Из трех угроз для современной России самой большой опасностью является моральное вырождение. Это как раз то, чем занимались большевики 24 года своего властвования до нападения гитлеровской Германии. Эти 24 года советского расследования привели к тяжелым катастрофам 1941-1942 годов. Катастрофы потом хватало, но у вермахта, воевавшего со всем миром, уже не было сил, чтобы развивать успехи. А тяжелейшей победы удалось добиться прежде всего потому, что народ наш сохранил еще немало прочного, светлого русского. Это самое главное, это бесспорно, ведь Красная Армия в разы превосходила вермахт по количеству танков, орудий, самолетов. И это оружие не было устаревшим, как нам врут до сих пор советские историки. Вооружение Красной Армии и по качеству, и по количеству превосходило германское. Но народ не хотел воевать за подлую власть. Подготовка командного состава была ниже некуда. Основным критерием Краскомов был партийный стаж и личная преданность, холуйство. И война далеко не сразу стала отечественной, а советская феодальная армия в основном бросила свое первоклассное вооружение как ненужный хлам. Это одна из главных тайн начального периода войны. Стыдно, когда все, что связано у нас с гибелью сотен тысяч солдат, объявляется секретами и тайнами. Это прямое оскорбление погибших солдат, погибших за отечество, чьи души надеются, что их родина когда-нибудь дорастет до того, чтобы сказать об их гибели правду. Стыдно, когда и через 60 лет после окончания войны у нас еще не похоронены десятки тысяч павших. Стыдно, когда страшную правду о напрасных жертвах и бездарном полководце, объявленном у нас символом победы, нам рассказывает американский полковник, военный историк Дэвид Гланс в недавно вышедшей книге «Крупнейшее поражение Жукова». Это, конечно же, об операции «Марс» таинственной и суперсекретной у нас. А почему такие секреты? Может быть, потому, что в этой операции в конце 1942 года погибли более 335 тысяч человек и потеряно было более 1600 танков. Чуткий к чужой беде поэт Александр Твардовский не случайно назвал свое программное стихотворение «Я убит под Оржевом». Не знаю, как они, властители и полководцы, жили после войны, скрывая правду, рассказывая ложь и постоянно, ежеминутно, изо дня в день, ощущая на себе проклятие мертвых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лица солдат". Самое впечатляющее в старой военной хронике. Чаще всего это последнее, предсмертное явление солдатского лика. Им ведь, скорее всего, суждено погибнуть. И мы видели и видим их в последний раз. Наступают ли они или отступают, идут в атаку, отдыхают на привале или возводят мост для военной переправы. Все они живут на переправе между жизнью и смертью. И смерть гораздо ближе. А еще фронт и война, это ежедневная работа, изнуряющая, до кровавых мозолей и смертного пота, до изнеможения и последней кровинки. А если повезло не погибнуть в первом бою, кто успел превратиться в опытного окопника, кого смерть щадила на долгих дорогах войны? Сколько протопал такой солдат, сначала когда пятился до Волги и Терека, и потом, когда шел на запад, до Берлина, Вены и Праги? И сам товарищ Сталин отметил в конце войны, что мало у нас солдат, по два-три раза не лежавших в госпиталях. Каждый военнослужащий должен был иметь медальон с двумя пергаментными вкладышами, на которых находилась персональная информация о владельце медальона. В случае гибели солдата один вкладыш передавался в штаб воинской части, а второй должен был быть захоронен вместе с погибшим. Но вот вся беда, когда началась война, разумеется, заключалась в том, что очень многие красноармейцы медальонов не имели. Даже к лету 1942 года, по имеющимся официальным сведениям, приблизительно пятая часть личного состава Красной Армии не имела медальонов. И вот представьте себе, в такой, в общем, достаточно сложной, непростой ситуации выходит еще один приказ наркома обороны, на этот раз уже, естественно, Сталина. Приказ, датированный 17 ноября 1942 года. В соответствии с этим приказом медальоны в Красной Армии упразднялись. Собственно говоря, в названии приказа речь шла о прекращении снабжения Красной Армии солдатскими медальонами. Теперь единственным документом, который мог удостоверить личность погибшего, становилась красноармейская книжка. Кстати говоря, ситуация с красноармейскими книжками, она тоже весьма и весьма своеобразна и в чем-то даже необычна. Дело в том, что красноармейские книжки в 1940 году были упразднены. Но затем, когда началась война, это решение было признано ошибочным, и осенью 1941 года красноармейские книжки появились вновь. Но красноармейская книжка, как мы понимаем, это все-таки не медальон. Зачастую на трупах погибших бойцов находили красноармейские книжки, залитые кровью, либо обожженные. И в этой ситуации установить личность погибшего не представлялось возможным. Я не исключаю того, что именно эта участь постигла моего родного дядю, молодого ленинградца, красноармейца Николая Ильина, пропавшего без вести осенью 1943 года. Мы не станем считать, сколько у нас миллионов погибших. Это, к несчастью, постыдная особенность, когда мы спорим, 20 миллионов погибло или 30 миллионов. Вот как большевизм приучил нас даже из-за понюшку табака не ценить человека. Счет идет на миллионы наших соотечественников, а мы не ужасаемся, не предъявляем этот счет власти в рамках, так сказать, чистой науки. Уйдем от этого кошмара в одну отдельно взятую деревню. Только как ее отдельно возьмешь? Село Соловьева Смоленской области расположено на Днепре, который течет из древнерусских смоленских земель. Знаменитая Соловьевская переправа. По этой дороге на Москву всегда шли враги, и по этой же дороге они, разбитые, уходили обратно. В одном отдельно взятом Соловьеве погибли 8 Арсюковых, 7 Абраменковых, 6 Ковалевых, 13 Киселевых, 10 Клицовых, 7 Кухолевых, 7 Соловьевых, 6 Тиньковых, 5 Шубиных. Как вы думаете, после их гибели как изменилось это село? Насколько меньше в нем стало жизни, и каковы у него перспективы, если одних Киселевых погибло 13, и Клицовых, 10, а у всей России? Вот в совсем маленькой деревеньке новое погибли, 9 Валуевых, и 12 Орешниковых. 15 апреля 1942 года заместитель Наркома обороны Ефим Щаденко в своем приказе отмечал, учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного числа убитых. Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истины. И вот в этой связи я хотел бы процитировать один в высшей степени примечательный документ, датированный 23 декабря 1941 года и подписанный тогдашним начальником главного политического управления Красной Армии Мехлисом. В этом документе, в частности, говорилось, главное политическое управление рабоче-крестьянской Красной Армии располагает фактами, когда многие командиры, комиссары действующих частей не заботятся о том, чтобы организовать сбор и погребение трупов погибших красноармейцев, командиров и политработников. Нередко трупы погибших в боях с врагом за нашу Родину бойцов не убираются с поля боя по несколько дней и никто не заботится, чтобы с воинскими почестями похоронить своих боевых товарищей даже тогда, когда имеется полная возможность. Далее в директиве говорилось, на участке стрелковой дивизии 33-й армии в течение пяти суток после боя не были похоронены 14 трупов бойцов и командиров. Погребения убитых в бою часто производятся не в братских могилах, а в окопах, щелях и блиндажах. Индивидуальные и братские могилы не регистрируются, не отмечаются на картах и должным образом не оформляются. При всей одиозности такой своеобразной противоречивой фигуры, как Лев Захарович Мехлес, нужно сказать, что в директиве была нарисована достаточно реалистическая картина и поставлены, сформулированы в высшей степени актуальные задачи. Но вот что делать в тех случаях, когда на убитом не было ни солдатского медальона, ни индивидуального офицерского жетона с личным номером, ни красноармейской книжки, ни удостоверения личности командира или политработника, вот об этом в директиве ничего не говорилось. Если в советские времена и говорили о потерях, то всегда связывали их с героизмом. Так было легче. Героизм ведь по нашим понятиям связан прежде всего с самопожертвованием и является как бы отдельным делом отдельно взятых героических личностей. Пожертвовали под Ржевом несколькими армиями. Но ведь сражались они героически. Оставили Приморскую армию в Севастополе, но как она героически обороняла город? А если героически, то ведь и анализировать причину не надо. Вот за годы войны погибли 47, а по другим сведениям 49 подводных лодок Балтийского флота и все героически в тяжелейших боевых походах. Не все, конечно, но большинство. Вечная им погребенным в глубинах Балтики память. Но если мы хотим получить честный ответ, почему погибшие лодки воевали неэффективно, то необходимо сказать, что едва не половина субмарин погибла из-за карьерной трусости командующего флотом адмирала Трибутса. Трибутс боялся доложить наверх, что у подводных лодок нет никакой возможности преодолеть противолодочный рубеж на выходе из Финского залива в Балтику. Подводные лодки шли, чтобы погибнуть, не нанеся урон врагу. Тот же Трибутс молчал в конце августа 41-го года, когда балтийский флот, оставая в Сталине, едва не был уничтожен немцами. Все это так, но и через 60 лет флотоводец Трибутс числится у нас среди самых великих творцов победы, ведь занимал должность, а мертвые моряки-подводники возразить не могут. Здесь, на левом берегу Невы, у моста расположен знаменитый Невский пятачок. Конечно же, героический Невский пятачок, как иначе назвать маленький клочок земли, на котором погибли более 150 тысяч человек. В 1969 году мне удалось разыскать двух ветеранов этого плацдарма. Дело в том, что в конце апреля 1942 года начавшийся ледоход отрезал оборонявшийся на плацдарме 330-й полк, и немцы быстро его разгромили. Начальник штаба полка Александр Михайлович Соколов раненым переплыл Неву в ледоход. Он был известным пловцом, а командир полка майор Юрий Алексеевич Блохин тяжелораненым попал в плен. Немцы отрезали ему обе ноги выше колена, когда уходили, принесли в избу и оставили русским женщинам со словами «Это ваш герой, вы его и берегите». А как Блохина берегли после войны, он рассказывал и плакал на взрыд. На этом же плацдарме погибли очень многие питерские ополченцы, которых перевозили на пятачок по ночам на лодках и редко кто из них доживал до следующего вечера. Перевозили на убой. Здесь погиб молодой, но уже тогда известный в городе поэт Иван Федоров, а его мама после войны работала посудомойкой в Ленинградском доме писателей и очень долго еще ждала своего Ивана. Невский пятачок, тысячи и тысячи погибших. Зачем? Военные аналитики сегодня утверждают, что никакого значения для прорыва Ленинградской блокады этот плацдарм не имел. Еще один пример героизма и самоотверженности ненужных. А погибший здесь поэт Иван Федоров в одном из стихотворений написал «Поэты содорогаются, пигмеи пророчат вечность собственным трудам». Небольшое немецкое кладбище в городке Зосенхайм. Синие колышки обозначают могилы безвестных русских военнопленных, умерших или погибших от англо-американских бомбардировок. Синие колышки вдали от Рязанских или Ярославских полей. К ним часто приходит 85-летний Карл Дильс, побывавший в советском плену немецкий солдат. По-русски он безошибочно выговаривает спасительные слова. Капуста, картошка, перекур. Несмотря на весь ужас войны, Карл Дильс из своей долгой жизни вспоминает только ее. Так устроена память и у любого русского солдата Второй мировой. Не зря же год войны считали за три и за пять и за десять лет можно считать и за всю непрожитую или оставшуюся жизнь. А вот в Белграде похоронены русские и опять безымянные. Но ведь это уже не пленные. Сами дошли до Югославской столицы. И в Польше так, и в Австрии. Почему же без имени? Народ наш в этой войне был совершенно отделен и от войны, и от власти той, которая использовала его всячески и разнообразно, и чем мы до сих пор понять не хотим. Если своим фильмом мы сумели все-таки хоть чуть-чуть показать, что власть и народ наш несчастный были совершенно несоизмеримые величины, то тогда, наверное, будем считать, что хлеб мы свой ели не зря. О правду, о войне и слово надгробное на миллионных безвестных могилах никто лучше последнего замечательного писателя русского, написавшего, может быть, не всю правду, но часть ее Виктора Петровича Астафьева не скажет никто. Вот только не получалось у них, у смоленского крестьянина и вятского мужика удобного в жизни устройства. Не могли, не умели они приспособить себя к этому загогулистому, мудрому и жестокому миру. Больно они простоваты, бесхитростны умом. Стало быть, поднимайся из-за камней, иди в воду под выстрелы, в огонь иди. И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, как им показалось, безглазые, клешнирукие люди схватили и поволокли, то под задравшейся рубахой выступившие по звонке ребра. Оба мужика и молодой и пожилой рахитными были в детстве, младенцами ржаную жвачку в тряпочке сосали, да и после объявленной зажиточной колхозной жизни на картошке жили, негрузные, с почти выдернутыми суставами рук и ног, волоклись, разбивая камни и лица и не сопротивлялись, как тот пожилой дядька, в котором являлась такая живучесть, что он с воплями выскакивал, из реки рвался на берег. Тогда нервный от нечистой работы командир заградотрядчиков юношеским фальцетом взвился. По изменнику родины и смоленского, и вятского мужичков хватило лишь на то, чтобы взмолиться забитым ртом, выплынуть вместе с песком. Мы сами, мы сами, не надо. Вот в память слова эти всех миллионов безвестных вятских и смоленских мужичков, которые были настолько просты и бесхитростны, что не сумели устроиться в этой страшной мясорубке войны. После окончания войны родилось новое чувство. Его подспудно ощущали все, пережившие войну. А кристально ясно выразил Александр Твардовский в скрижальном стихотворении. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они кто старше, кто моложе остались там, но не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. Эту виноват без вины ощущали в себе после войны все нормальные люди, и только многие полководцы нашего самого верхнего ряда и наркомы были лишены этого чувства. Они ведь жили при коммунизме. Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу и тебе будет легче. Так говорила пережившая чудовищные потери епистемия Федоровна Степанова из кубанской станицы Тимошевской. Девять ее сыновей погибли один за другим. Вечная им память Александру, Николаю и Василию Степановым, Филиппу, Федору и Ивану Степановым, Илье, Павлу и еще одному Александру младшему Степановым. Откуда здесь взять слова? И на этом, и на том свете перед ее душой матери, потерявшей на войне девятерых детей. Как же это могло быть? А те, которые просили в окопы русских, и только русских, потому что русские умеют умирать на славу, они когда-нибудь задохнулись от недостатка слов, от запоздалого покаяния, от безумия вины перед народом за весь двадцатый истребительный век. Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе будет легче. История Второй мировой войны является антирусской историей. Главный секрет войны среди ее бесчисленных тайн, а сколько на самом деле погибло русских. Этого вопроса никто никогда не задавал и не ставил. А ведь армию-победительницу называли русской. Русской и была победа над немецким нацизмом. Многие военачальники об этом сохранилось. Десятки документов требовали себе на фронт в окопы пополнения прежде всего русскими солдатами, потому что другие на неподавленные пулеметы не пойдут. Русские умели славно умирать. И вот сегодня, когда давно уже и большие и малые народы подсчитали все свои потери в войне, только русские жертвы оказываются неподсчитанными. А ведь они громадны. Мы потеряли около приблизительно более или менее тридцати миллионов человек. И нужно сказать, что русские оказались в этой войне по обе стороны фронта. Ведь для нас продолжалась еще проклятая российская гражданская война. И не стоит считать казаков, которые никогда не прекращали борьбы против советской власти предателями. Просто костер российской гражданской войны оказался поглощен мировым пожаром. Выдающийся русский ученый Лев Николаевич Гумилев, едва ли не половину своей жизни, проведший в тюрьмах, лагерях и ссылках, был выпущен на свободу в армию в 1943 году. Рядовой артиллерист Гумилев дошел до столицы Третьего рейха и был награжден единственной медалью, но зато какой? За взятие Берлина, который всегда гордился. Потом Гумилева опять арестовали. Как ученый, он определил примерный срок существования русского этноса еще на 10 веков. Но если миллионы ваших соотечественников погибают, не может быть и проблеском мысли о какой-то мудрости государства и власти. В гибели миллионов не может быть ни ума, ни чести, ни достоинства. Каждый человек несет не только множество жизни, как продолжение себя, но и множество смертей в случае своей безвременной гибели. Вот и подумаем, сколько в конце концов народа мы потеряли во Второй мировой войне под руководством безжалостной, некомпетентной большевистской власти. И то, что нам предстоит заново научиться ценить отдельно взятую человеческую жизнь, может быть самое прекрасное, что ожидает нас русских в будущем. Почитаем еще раз списки погибших на деревенских стеллах. Пролитой кровью я между вами высок. И только бы они погибли не зря, но что мы еще должны сделать, чтобы они погибли не зря? СПОКОЙ Субтитры создавал DimaTorzok